Пчелиный яд. Яд пчелы уже несколько десятков лет используется для лечения заболеваний сердца, опорно-двигательного аппарата и других. Это уникальное средство, которое научились добывать, не убивая насекомых. Сегодня ядовитые пчелы используются для создания лекарственных препаратов разного назначения. Чем опасен яд пчелы и как действует на человека? Воздействие пчелиного яда на организм человека уже многие годы изучается учеными. В составе содержится пимин, он обладает сильным воздействием на организм. Можно выделить несколько полезных свойств этого компонента, которые помогают укрепить здоровье человека, помогают усилить работу иммунной системы организма, а также повышает устойчивость к вирусам, останавливает воспалительный процесс, обладает бактерицидными свойствами, устраняет нагноение, даже в разведенном виде оказывает выраженный обезболивающий эффект, помогает улучшить состав крови. Увеличивает количество ретроцитов, не давая при этом им склеиваться, снижает количество холестерина и расширяет сосуды. Пчелиный яд Обратите внимание, благодаря последним двум действиям ядовитое вещество часто применяют для лечения рассеянного склероза. Кроме того средство улучшает сон, избавляет от бессонницы, улучшает работу нервной системы и оказывает положительное действие на работу пищеварительной системы. Пчелиный яд содержит такие химические элементы и соединения протеин, глюкоза, биогенные амины, гидрохлорид, ферменты, аминокислоты. В этом продукте и 18 сера, фруктоза в незначительном количестве, липоидные кислоты, ароматические соединения, хлор, фосфор, олифатические соединения, йод, азот, марганец. Важно! Это лишь часть элементов, которые были обнаружены в пчелином яде. Вещество изучено не до конца. Укус пчел применения при рассеянном склерозе при таком заболевании обычно используется терапией укусами насекомых. В первый день только одна пчела, а затем по одной прибавляют, пока не получится 5 пчел за день. Процедуру начинают от шейного позвонка и до копчика. Процесс лечения длится около года и желательно обратиться к опытному апитерапевту. За год следует сделать не менее 500 ужалений. Если же пчел нет, можно приобрести мазь, которая в составе имеет этот компонент. Средство втирают утром и вечером. Дополнительно до еды используют таблетки мумио. Прием производится 3 раза в день. Спустя 30 минут следует смешать 50 мл кипяченой воды и 30 капель настойки с содержанием прополиса. Как добывают яд пчел? На заметку. Сегодня применяются современные технологии для получения этого вещества прямо на пасеках. Состоит прибор из аккумулятора, а также электрического стимулятора, рамки для сбора ядовитого вещества и кассет. В дополнение имеются катушки, контейнеры, коммутаторы, провода для подключения электроники. Чтобы производить транспортировку используют рамки и стекла. Для них придуманы сушилки и специальные боксы, чтобы производить очистку полученного компонента. Электростимуляторы устроены так, что они преобразовывают постоянный ток в импульсный. Под действием таких импульсов пчелы начинают оставлять свой яд на специальных сборниках. Уже после этого производят сбор ячеек, ядовитый компонент высушивают и снимают со стикл. Извлечь пчелиный яд можно и в домашних условиях, но обычно добывать в больших количествах. Продукт принято с помощью специальных приспособлений. Добыча пчелиного яда как собрать самостоятельно на заметку. Можно добыть продукт самостоятельно, но для этого придется потратить много времени. Потребуется два небольших стеклышка и пчелы. Насекомые берут пинцетом, прикладывают к стеклу жалом, после чего насекомые выпускают яд. Этот метод дает возможность не убивать пчел, так как жало остается в брюшке. Стоит быть готовым к тому, что придется потратить на сбор большое количество времени. Влияние на сердечную деятельность Многие пациенты интересуются, как действует на человека яд пчелы. Стоит разобраться в этом вопросе более детально. К полезным свойствам продукта можно отнести ганглиоблокирующее воздействие, что позволяет привести в норму артериальное давление. А также угнетает передачу импульса, снижает спазмы крупных сосудов, которые расположены в конечностях. Это дает возможность применять вещество при периферических ангиоспазмах, помогает усилить мозговой кровоток, положительно сказывается на кровоток в коронарной артерии. В составе содержится пептид, который дает возможность использовать пчелиный продукт для устранения ритмии при сердечной недостаточности. Способствует снижению количества ударов сердца, в остальных случаях повышает количество сокращений сердечной мышцы. Осиновоозерский пилуид с пчелиным ядом Осиновоозерский пилуид с ядом пчел это достаточно известное средство, которое пользуется популярностью. У него есть определенные показания к применению, к ним следует отнести любые заболевания суставов, облысение, остеохондроз, шейного отделы позвоночника, ревматизм, боли в мышцах разного происхождения, появление целлюлита на разной стадии, наличие деформирующего остеохондроза, заболевания околосуставных тканей, заболевания нервной системы, подагрический артрит в хронической стадии, устранение Дефектов на коже, ревматоидный артрит, частое переутомление организма, приступы головной боли и общее укрепление организма Интересно, применение пилыид прогревают на водяной бане, чтобы получить температуру около 40 градусов Подготовленная смесь наносится на кожные покровы, оставляется на 15 минут, при этом грязи нельзя применять в области сердца Состав смывается теплой водой, когда процедура будет завершена, рекомендуется отдохнуть около 40 минут Курс лечения составляет 10 процедур, после этого следует сделать перерыв минимум в 3 месяца Пчелиный яд и окопник Этот гель хорошо зарекомендовал себя в лечении множества заболеваний, особенно часто его применяют при болезнях суставов Врачи рекомендуют применять медикамент при артрите, остеохондрозе, артрозе, миозите, радикулите, миолгии, подагре Пчелиный яд и окопник Средство оказывает болеутоляющее действие, а также снимает воспаление суставов Активные компоненты в составе улучшают местный кровоток, а сам гель обладает рассасывающим и прогревающим действием Окопник помогает устранить отечность, ускорить восстановление поврежденных тканей, а также устраняет спазмы мышц В дополнение гель помогает поддержать работу опорно-двигательного аппарата, обладая действием против ревматизма, приводит в норму Обменные процессы в суставах Но у медикамента есть и противопоказания, например непереносимость одного из составляющих геля, наличие ссадин на коже или открытых ран Его не используют для детей младше двух лет, а также при наличии любых кожных болезней Шунгит с пчелиным ядом Средство используется только как вспомогательное, оно хорошо помогает устранить воспалительный процесс в суставах, а также при любых травмах мышц Можно использовать медикамент при нарушениях кровообращения, а также, чтобы прогреть мышцы перед началом спортивной тренировки Шунгит оказывает противовоспалительное действие, а также не дает проходить в клетках процессом окисления Обратите внимание, у средства имеются противопоказания перед тем как начать его использование, следует прочесть инструкцию применению Пчелиный яд действительно уникальный продукт, он широко используется в сфере медицины Именно на его основе готовят разогревающие мази и гели, которые помогают снять воспаление и боль Средство уже много лет изучается и ученые каждый раз находят новое применение вещества Продолжение следует...